Дорогой Федерик, я хотела начать с того, чтобы сделать тебе признание. Совсем недавно я вдруг поняла, что в этот страшный тяжелый год тема, которая меня интересует больше всего, так это тема юмора. Что такое юмор 2020? Это идеальная лакмусовая бумажка, с помощью которой можно очень точно понять, что происходит с этим миром. Мне даже показалось, что из этого можно сделать отличную книгу. Серию разговоров с людьми, занимающимися юмором. И тут, вот мне надо признаться, я начала читать твой последний роман всего за несколько дней до этого интервью. И как говорил герой одного прекрасного советского фильма, режиссера Никиты Михалкова, «мистификацион». Роман-то оказался ровно об этом же. Это очень круто, и особенно, когда главный месседж романа содержится уже в названии. «Человек, который смеялся до слез». То есть, хватит ржать, хватит юморить. Это не смешно. Федерик Бекбедер. Добро пожаловать в нашу передачу. Спасибо. Спасибо. Действительно, вопрос юмора ключевой для меня и для всего моего поколения. Нам, родившимся в 60-х, спустя 20 лет после Второй мировой войны, страшно повезло. Мы были вольны делать, что хотели, говорить, о чем хотели. По крайней мере, во Франции была полная свобода. И мы готовы были смеяться над чем угодно. Надень мои очки. Пожалуйста. Я себе посылаю. Но, как я объясняю в последней книге, сегодня смех уже превращается в повинность. Мы как будто обязаны шутить надо всем подряд целыми днями напролет. И ничего хорошего в этом нет. Вместо того, чтобы разбираться в том, что с нами происходит, мы просто отмахиваемся от любых проблем. Я не критикую смех как таковой и не выступаю против юмора. В нашей ситуации смеяться просто необходимо, но не все же время. Иначе получается, что у нас не мир, а не прекращающаяся комедия. В чем смысл общества, если оно так помешано на развлечениях? Разумеется, иногда нужно, бывает, отлечься и повеселиться. Но когда-то же надо и думать. И даже скучать. Ты, как и твой герой, большой специалист по России. И вот поэтому, возможно, ты сможешь ответить на мой вопрос. Ты пишешь в романе, что во Франции юмор покорил все, что страна помирает с осмеху. Но при этом очевидно, что Франция и Россия где-то довольно разные страны, с разными системами ценностей, политическим строем. Но в этом отношении Россия 20-го года выглядит точно так же, как и Франция. Юмор здесь тоже победил все. Главные звезды в фоккультуре – юмористы. Стендап-комики собирают аншлаги больше, чем рэперы. Можешь объяснить, почему это происходит в двух настолько разных странах и культурах? Понимаю, о чем ты, но не до конца с тобой согласен. На мой взгляд, французская и русская культуры очень похожи. Мы всегда любили посмеяться над властями, устроить революцию. Мы расправились с королем, вы с царем. Так что и во Франции, и в России очень сильны истерические традиции. Это нас сближает. Мы избегаем серьезности. Вынуждены, поскольку иначе жить было бы достаточно хреново. Шутить нам в жизни необходимо. Это наше природное свойство. Но сейчас мы дошли до той точки, где одними шутками уже не справишься. Шутки недостаточно. Они никак не помогают разобраться в смысле жизни. А когда шуток становится слишком много, они перестают быть смешными. Я перестал смеяться над радиопередачами, фильмами, телешоу. Все кругом из кожи вон лезут, чтобы меня рассмешить. Я устал. Меня тошнит от бесконечных шуточек. И дело ведь не только в России и Франции. Это и в Англии, и в Америке. По всему миру та же картина. Наверное, потому, что политики не справляются с ситуацией. Демократия так или иначе оказывается под ударом. А вся власть переходит в руки клоунов. Теперь клоуны – самые могущественные люди на планете. Пожалуй, мы подходим к главному. Но для начала я бы хотела процитировать твои собственные слова. Ты пишешь. Хотите представить себе, что есть человечество в 20-х? Закройте глаза и вообразите восьмимиллиардную толпу умирающих сосьмих людей. Но когда я представляю себе миллиарды китайцев, мне не кажется, что они все прямо катаются по полу от хохота. Ну, наверное, ты права. «Октав», герой моей книги, как всегда изрядно преувеличивает, как и в других романах с его участием. «99 франков», «Идеаль». Но суть в том, что в большинстве развитых стран мы преклоняемся перед комедиантами и своими руками передаем власть клоунам. Люди, которые умеют шутить, становятся богатыми и знаменитыми. Все кругом смотрят телешоу с шутками, карикатурами, насмешками. Почему? Да потому что мы хотим отключиться, забыть о своих проблемах. Нам неприятно смотреть реальности в глаза. И шутки — отличный способ уклониться от суровых фактов. Например, это сознание того, что все мы умрем. Мы как тот оркестр на «Титанике», который не прекращал играть, пока корабль тонул. Если Земля — это наш «Титаник», то оркестр у нас нет. Но его заменяет комик, который откалывает шуточку за шуточкой. О, глядите, сколько тут воды! Ха-ха-ха! Божечки, это же айсберг! Обхохочется какой огромный! Круто! Мы шутим, пока наш корабль идет ко дну. Смех жизненно необходим. Так было всегда. И когда клоуны смеются над королями, это нормально. Проблема в том, что сегодня масс-медиа превратили клоунов в королей. Дональд Трамп — никто иной, как клоун. Борис Джонсон — клоун. Нынешний президент Украины тоже был телевизионным комиком. В Италии Беппи Грилло победил с предвыборным слоганом «Идите в жопу!» Клоуны больше не критикуют королей. Они сами стали королями. Еще немного поговорим о романе и о разнице между Россией и Францией. Когда я открыла вторую обложку книги, увидела карту ночных перемещений героя по Парижу. И мне показалось, что это такая элегантная отсылка к Улису Джойса и карте блужданий вообще Леопольда Блума. Но когда я дошла до середины, оказалось, что все гораздо круче. Ты вообще-то отсылаешься к одному из величайших русских юмористических романов «Москва петушки». И это меня, конечно, покорило. Как ты вообще наткнулся на эту книгу? Спасибо моим русским друзьям. Это они велели мне почитать Ерофеева. По-французски роман называется «Москва на водке». Я не знаю, как он называется по-русски. И эта книга отлично передает мои ощущения. Я себя чувствую точно так же, как главный герой, который все время пытается вернуться домой, к жене, детям. Но никак не может попасть на электричку. Потому что постоянно напивается. Там грандиозное начало. Когда он пытается найти в Москве Кремль, но не может и засыпает прямо на улице. Ну да, и все равно попадает на Курский вокзал. Я была абсолютно потрясена, не могла поверить своим глазам, неужели во французском романе действительно цитируются «Москва петушки». Моя идея была написать смешную книгу. Критиковать за силе юмора тоже можно так, чтобы получилось при этом смешно. В конце концов, я всю жизнь только этим и занимаюсь. Хотелось показать всю изнанку этого дела. Я ведь три года работал утренним ведучим на французском радио. Мне нужно было смешить слушателей. И это было ужасно, ужасно. Всякий раз, оказываясь перед микрофоном, я боялся, что получится не смешно. На такой случай, конечно, предусмотрены специальные приемы. Придумывать шутки – это точно такая же профессия, как и любая другая. Здесь есть свои методы, свои техники, чтобы насмешить людей. Но чем дальше, тем больше я понимал, что это полный сюр и абсурд. В общем, пришлось написать смешную книгу против власти смеха. А можно вопрос? Вот как вышло, что Федерик Бекбедер, панк, либертен, человек, привыкший ставить свободу вообще превыше всего, вдруг совершил разворот на 180 градусов и заявил – хватит смеяться, пора становиться серьезными. Возможно, дело в том, что я переехал из Парижа в маленький городок на Атлантическом побережье. У меня двое маленьких детей. Два и четыре года. Я слежу за глобальным потеплением, понимаю, что именно мое поколение несет ответственность за эту катастрофу, потому что мы слишком увлеченно смеялись и не обращали внимания на мир вокруг нас. Но это не единственная причина. Еще я старею. Я старый человек. Вообще существует много причин перестать смеяться. Это происходит не сразу. Но однажды утром ты просыпаешься, включаешь радио, и тебе не смешно. А скорее неловко слушать людей, которым платят деньги за несмешные, дурацкие шутки. Это как в цирке. В детстве нам всем нравится цирк, но взрослый человек видит там только печальных клоунов, несчастных зверей, запертых в клетке. Весь этот цирк стал навевать на меня страшную тоску, о чем я и написал. В романе ты ссылаешься на фильм «Джокер». И вот в прошлом году, когда он вышел в Москве, о нем много спорили очень. Прошел ровно год с примера, и мы обнаружили, что живем некой декорацией Готэма. Фильм оказался даже слишком пророческим. А как ты понимаешь фильм «Джокер»? Почему он для тебя так важен? Во-первых, это в некотором смысле экранизация знаменитого французского романа «Человек, который смеется» Викторе Гюго. Фильм во многом основан на замысле Гюго. Сама идея очень яркая. Герои сбили и изуродовали так, что на лице у него остался чудовищный шрам в виде улыбки. Мне нравится эта метафора. На мой взгляд, она отлично описывает наше время. Мы все стараемся стать похожими на Джокера. Нацепить такие улыбки-смайлики. Но это же совершенно не смешно. Это, как это сказать, гримаса. Получается, не настоящая улыбка. Именно поэтому на обложку книги я хотел поставить смайлик. Своего рода аналог Джокера. А заодно тот самый эмодзи, которым люди пользуются чаще всего, который отправляют каждый день. Каждую секунду кто-то на планете отправляет смеющиеся рожицу. Получается, миллиарды этих рож. Их больше, чем поцелуев, больше, чем сердечек. И эта странная и жуткая рожа может служить символом нашего времени. То есть для меня, как для писателя, интересно разбираться в том, что меня окружает. Почему нам так нужен этот смайлик со смеющейся рожицей? Неужели у нас такая скучная жизнь? У нас все так достало? Ведь такой значок отправляется отнюдь не тогда, когда пишется что-нибудь по-настоящему смешное. Вот когда тебе не смешно, ты шлешь в СМС хохочущую рожу. А может, это такой механизм самозащиты? Ну, все так ужасно, что остается одно оружие. Неискренний смех. Да. Вот именно. И фильм Джокер ровно об этом. Это, может быть, не самое великое кино, но оно очень точное. Люди загнаны в угол. Одними шуточками тут уже не обойтись. Смех не делает нас счастливее. Нам нужно найти в жизни смысл. В искренности мы нуждаемся больше, чем в юморе. Твой герой перемещается по ночному Парижу и наблюдает протесты желтых жилетов. В Джокере тоже начинаются народные волнения. Так что странствие твоего героя по Париже наложилось у меня в голове наблуждание Джокера по Готэм-Сити. Да, это была довольно сумасшедшая история. Дело в том, что когда я начал писать эту книгу, работаю я всегда одинаково. Для начала делаю заметки о происходящем вокруг. Так повелось еще с моих рекламных времен. И вот я стал делать записи, пока еще работал комиком на радио. Фиксировал все, что мне приходило в голову по поводу тоталитарного смехового режима. И в это время в Париже началась революция. Я сидел в баре, вышел на Елисейские поля, а кругом все горит, идут танки. Самые настоящие танки на Елисейских полях. Перебираюсь в ресторан Le Fouquet, а там тоже пожар, кругом стнуют полицейские. И бармен делает мне коктейль «Московский мул». Я ему говорю, что-то очень крепко, прямо в нос отдает. А он отвечает, коктейль тут ни при чем. Это полиция распыляет газ. Конечно, для романа это очень здорово, когда вокруг такой апокалипсис, и можно использовать его как декорацию. Ведь и Джокер, и моя книга – не научная фантастика. Действие происходит в настоящем. Давай поговорим о настоящем и о том, что тебя так волнует. То есть о клоунах, пришедших к власти. Они теперь не только смешат, но и как бы правят миром. Тебе действительно кажется, что в победе популистов виноват юмор? Да, мне действительно так кажется. Мы все имели возможность убедиться, что вести дебаты с клоунами – это невозможно. Если твоя задача – преодолеть кризис, или, не знаю, изменить что-то в стране глобальное, чтобы жизнь стала лучше, волей-неволей приходится быть скучным, занудствовать, объяснять, в чем состоит проблема, какие шаги следует предпринять для ее решения. Но если начать дебаты с клоуном, он просто не даст тебе закончить мысль. Да что там, рта не даст открыть? Взять, ну, например, Италию. Там люди пытались дискутировать со сторонниками Беппи Грилло, предлагать какие-то способы вывести Италию из кризиса. Ну, что они получили в ответ? Да идите в жопу! Какие уж тут дебаты. Люди действительно устали от политики. А комики-популисты этим пользуются. Своими шутками они разносят занудных политиков в пух и прах. Побеждают на выборах и приходят к власти. Именно так это и работает. Даже Гитлер, между прочим, тоже умел рассмешить избирателей. И не раз прибегал к юмору, когда нужно было обаять аудиторию. Да и вообще юмор – это серьезное оружие. В небольших дозах он очень полезен. Но если использовать его как оружие, он может нанести демократии серьезный урон. Потому что смех обольщает и завлекает массы. И в результате у власти оказываются люди, которые ничем этого не заслужили. А как тебе кажется, популисты у власти надолго или маятник скоро качнется в другую сторону? Я боюсь, что все это будет продолжаться. Я боюсь, что это скоро придет во Францию и в массу других стран. Да? Ведь это же так просто. И в этом проблема демократии. Демократия – она очень хрупкая конструкция. Помнишь, как Черчилль говорил? Демократия худшая из форм правления, но ничего лучшего человечество не изобрело. Над нами нависла серьезная опасность, потому что мы живем в соцсетях, а в них невозможно ни о чем поговорить всерьез. Тут важна краткость, скорость, емкость. Все, что есть в шотках. Вот только мир, не черно-белый, он устроен очень сложно. Просто все делается только в Твиттере. В новой цифровой реальности, с новыми технологиями демократия грозит уничтожить саму себя. Ты три года назад удалил свой аккаунт из Фейсбука и принципиально бойкотируешь соцсети, о чем как бы не раз заявлял. Но при всем очевидном ужасе соцсетей вся современная повестка формируется именно там. Не получается ли, что полный отказ от них делает тебя человеком, который просто исключил себя из этой повестки? Ну, все-таки писателю не обязательно ввести Инстаграм или Твиттер. Я понимаю, о чем ты. Считай, это форма моего отказа. Я умываю руки, не хочу ничего общего иметь с этим цирком. Если мне есть что сказать, я лучше напишу книгу. По крайней мере, в ней больше 140 знаков, если ты понимаешь, о чем я. Литература гибнет, социальные сети захватывают мир. Но я все же надеюсь на движение сопротивления. Ну, хорошо, там Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, ты бойкотируешь. А как с Ютьюбом? Я спрашиваю, потому что здесь как раз Франция и Россия очень сильно безвлечаются. В России именно Ютьюб стал главным медийным феноменом, благополучно победившим телевидение. Не говоря уже о газетах. Рулят там сейчас, конечно, тоже юмористы, но при этом он очень разный. Я подумала, что не стоит бойкотировать единственный источник настоящей жизни в российском медиаландшафте. Понимаешь? Конечно, разумеется. Нам нужно как-то общаться друг с другом. Если для этого подходит Ютьюб, то почему бы нет? Но, возможно, стоит задаться вопросом, почему люди в России больше доверяют Ютьюбу, чем всем остальным медиа. Возможно, у этого есть ответ, потому что Ютьюб дает больше свободы, но все же он следит за пользователями. Он также пытается навязывать им рекламу. И не стоит забывать, что он тоже не существует сам по себе, а принадлежит американским миллиардерам. Согласились. В книге ты еще пишешь, как тебя бесит, что у всех французских карикатуристов после расстрела в редакции Шарли Эбдо появилась такая некая неприкосновенность, условно, как у дебютатов. То есть в некотором смысле Шарли Эбдо сыграл злую шутку с юмором и виноват в его нынешнем плачевном состоянии. Но при этом ты продолжаешь сотрудничать с журналом, правильно? Для меня, ну, я считаю, что это очень смелые люди. После всего, что случилось, они по-прежнему стоят за свободу слова и за свое право на любые, пусть даже самые рискованные, самые ужасные шутки, на любые темы. Они всерьез рискуют жизнью. И это не может не вызывать уважения. Но я ведь не против самого Шарли Эбдо. Я критикую то, что когда все вокруг, из кожи вон лезут, пытаются стать смешными, вот тогда начинаются большие проблемы. Но для меня Шарли это отлично. И очень хорошо, что они есть на свете. И важно, что можно самому решать, читать или не читать сатиру, смотреть или не смотреть карикатуры. Это не то же самое, что слышать шутки по радио, телевидении весь день напролет по любому поводу. Демократия должна давать возможность спорить с людьми, которые с вами не согласны, обосновывать свою позицию. Вести такой диалог – это нормально. Но если и дальше пойдет так, как сейчас, особенно в Соединенных Штатах, у нас исчезнет сама возможность высказывать точку зрения, отличную от других. Это я как раз и хотела обсудить. Вот дочитав роман, я решила проверить, что творится на сайте Шарли Эвду. Я обнаружила там обложку с двумя школьниками, у которых вместо ранцев – гробы. И выдохнула. Все по-прежнему, шутят предельно жестко. Но что происходит с юмором как таковым? Вот с той территорией, которую мы себе выгораживаем для смеха. Ведь она постепенно превращается в минное поле. Неудачная шутка может вообще стоить карьеры. На этом фоне достаточно удивительно, что Федерик Бекбедер, один из последних европейских писателей, не боявшихся полиции и поликорректности, ты ведь не боишься, правда, вдруг ополчается на юмор. Смех – это реакция на окружающую реальность. Ты внезапно замечаешь, как что-то странное, что-то неожиданное случается на твоих глазах, и ты начинаешь смеяться. Это смешно. Главное, что все происходит спонтанно, незапланированно. Только тогда выходит действительно смешно. Беда в том, что сегодня за каждой шуткой стоит серьезная организация, долгосрочное планирование. Специальные люди за большие деньги придумывают шутки на любой случай жизни. Они превращаются, знаешь, как фоновая музыка в лифте. Юмор преследует тебя повсюду, в магазинах, в супермаркетах. Даже когда ты садишься в самолет, пилоты шутят с пассажирами. Вот только сегодня я ехал в поезде, и даже там шутили про погоду. И все, я в какой-то момент понимаю, что это не смешно, что я устал, больше не могу, меня это достало. Я не требую, чтобы весь мир в одночасье стал серьезным, перестал смеяться. Просто невозможно уже ржать постоянно. Иначе юмор превращается в такой вот Оруэлловский новояз, в язык большого брата. Люди чувствительны к юмору, но они не замечают, что за его завесой исчезает искренность и открытость. И все равно, если запретить иронию и сарказм, что же получается? Ну, по твоим словам, все должно быть естественно. Понятно, что дурацкие шутки из каждого утюга тебя достали. Но остается же еще как бы подлинный юмор, а теперь он тоже оказывается под угрозой. Людям говорят, аккуратнее, нельзя шутить прям про все подряд. Может, настала пора вступиться за юмор, дать ему перевести дух? Разумеется, нет, я, конечно, полностью с тобой согласен. И если нужно, я готов подписать петицию в защиту свободы смеха. Юмор важен, полезен и необходим свободному обществу. Но я считаю, что когда недалекие люди целыми днями выдают дурацкие шутки, тоже своего рода вброс. Это как фейк-новости, есть фейк-юмор. И ситуация складывается крайне нездоровая. Тем более, что провести черту между полезным и вредным типом юмора, конечно, очень сложно. Мне кажется, что вот французский юмор может даже пострадал больше других, потому что сама суть французского юмора это юмор, не признающий запретов, никого не обходящий стороной. И вот такой искренний юмор сейчас оказался в самом сложном положении, просто в силу своей природы. Знаешь, с моей точки зрения, хороший юмор это не юмор, а проявление ума. Например, как бы нагло и самонадеянно это не прозвучало, когда меня приглашают читать отрывки из моих книг со сцены, я всегда выбираю самые трагические, душераздирающие моменты. Вообще, в любом случае, автобиография заканчивается смертью. Но это уже будет дня автобиография. Но публика все равно хохочет. Никогда, кстати, не понимал, почему. Может, я стал юмористом или комиком, сам того не заметив? На самом деле, я просто пишу то, что думаю, и делаю это совершенно искренне. Я никого никогда не пытаюсь специально нас смешить. Но люди все равно смеются. Так что, может, я и сам тоже клоу. Говоря об опасностях, грозящих юмору, я не могу не вспомнить термин «новое викторианство». Все должно быть тщательно, продуманно, отобрано, политкорректно. Шаг влево, шаг вправо считается побег. И вот к вопросу об этом новом викторианстве. Удивительная вещь произошла с русским переводом твоей книжки. Когда ты описываешь, как герой проводит время в Москве и посещает порно-спа, текст рук с русского приключается на французский. Я только примерно на третьей строке поняла, что вообще-то весь роман написан на французском. А значит, что-то тут не так. И в конце этого французского абзаца оказывается примечание. Тонкая душевная организация переводчицы не позволила ей перевести данный фрагмент. Скажи, а издатели согласовали с тобой такую странную форму цензуры? Ты вообще был в курсе? Нет, я ничего про это не знал. А в каком месте в книге? А я тебе прочту. Довольно изящная цензура. Представив, что девушка-переводчик не смогла переварить этот отрывок. Ну, это возможно не потому, что это сатирический, а потому, что это порнографический. Да, но когда порнографические эпизоды происходили в Париже, это ее особо не волновало. Там все как бы переведено. А вот когда действие перенеслось в Москву, она с порнографией не справилась. По-моему, это очень смешно. Ну, как мы все прекрасно знаем, в Москве ведь нет секса. Что-то, никакой сексуальной жизни вообще. Никогда. Ни в коем случае. Ну, на самом деле, понятия не имея, в чем тут дело. Смешно. Ну, надо поговорить с издателем, но вообще смешно получилось. Может быть, это такая новая форма рекламы? Повод купить книгу, чтобы выяснить, о чем там на самом деле шла речь? По-моему, это самая настоящая цензура. Ну, как ты до этого говорила, времена меняются, и меняются в довольно странную сторону. Ты права, теперь у нас действительно меньше допустимых тем. В 70-е, в годы моей юности, все кругом только и делали, что обсуждали секс, участники телепередачи курили, даже дрались, и все это считалось нормальным. А во Франции так всегда было принято. А теперь действительно люди боятся пикнуть в разрез с мнением большинства. И это то, что я говорю в своей книге, это то, что я называю «le bien pensons», то есть такой род конформизма, когда одни шутки шутить можно, другие нельзя. И именно против такого подхода я и протестую. Я против пуританства и цензуры, и я решительно не могу понять, в чем проблема в этом абзаце, где вымышленный персонаж художественного произведения вспоминает, сколько девушек у него было в Москве. Да в чем тут вообще проблема? Кого в России этим можно шокировать? Никого. Это просто персонаж романа. Какая разница, что он там творит? Ты читала Вайт Бретта Истона Эллиса? Там он как раз рассуждает о том, как сложно и страшно сегодня выражать свое мнение вслух, особенно если ты белый, потому что из-за своих якобы привилегий мы теперь считаемся чуть ли не фашистами, просто в силу цвета кожи. Полная дикость. Ну, особенно если ты мужчина и тебе нравится женщина. Ага, мужчина, гетеросексуальный, престарелый, бумер и особенно белый. Сплошные проблемы с моим поколением. Вот ты в книге упоминаешь об американских вечерних шоу. В романе есть пассаж, где ты напоминаешь читателю, что комики помогли Трампу выиграть выборы. А наш с тобой разговор выйдет в эфир вот как раз после выборов в США. Можешь объяснить, что ты имел в виду? Дело в том, что простые нормальные американцы хотели показать, что Нью-Йорк и Лос-Анджелес имени рулят. Что это еще не вся страна, а все ведущие ток-шоу, все комики, поп-звезды были за Хиллари Клинтон. А люди не стали за нее голосовать. Просто чтобы дать понять, что у остальной страны голова болит совсем о другом. Юмористам лучше бы не влезать слишком глубоко в политику. Я это вижу немного по-другому. Вот дело в том, что во время карантина я смотрела много вечерних шоу, в том числе и моего любимого Стивена Кальбера. И это было как бы душераздирающее зрелище, совершенно не смешное. Какие-то запуганные, депрессивные люди, которые до смерти боятся кого-нибудь обидеть. За исключением того же Трампа. То есть получается, что из-за того, что юмор оказался под прицелом, у них остался один единственный объект для шуток. Но про Трампа шутили так много, просто потому, что больше не про кого. Да, да, да. Именно так. Потому что это слишком легкая добыча. И это та же самая самоцензура. А самоцензура это та же цензура. И она сделалась главной проблемой любых меди. В эфире люди говорят совсем не то, что в колуарах. Меня всегда это поражало. Все сидят, свободно общаются на любые темы. Но как только загорается красная лампочка, идет запись, все вдруг начинают страшно аккуратно подбирать слова. И я против этой полиции политкорректности. В конце концов, получается, что люди пляшут под утку врага, вместо того, чтобы как следует делать свою работу. Мы не должны подчиняться врагам демократии. Мы должны быть более свободными и искренними. И именно поэтому я и считаю, что Америка не должна служить примером остальной планете. Надеюсь, нам все-таки не придется жить как они, держа рот на замке, как бы чего не вышло. Подводя итоги, смотри, у меня такое ощущение, что для юмора последним прибежищем остается самобичевание. Ты упоминаешь об этом фарамане, и остается стендап. То есть шутки про себя. Сегодня в России это самый популярный формат. Все ведут себя как Бибидер и предаются самобичеванию. Тебя такие люди раздражают? Да нет, когда это искренне мне это нравится. Когда это так искренне, как у Иллы Сикея. Мне он очень нравится, он это делает просто блистательно. А истории из его жизни вроде бы депрессивные, получаются у него невероятно смешными. Тоже стал жертвой Мету. Ну, да, я знаю. Знаю, конечно. Хотя жертвой Мету несколько странное выражение. А как это еще назвать? Я понимаю, да, и я отдаю себе отчет во всей абсурдности ситуации. Он признал свою вину, а его просто уничтожили. Но, тем не менее, жертвой в этой истории был все-таки не Луиси Кей. Жертвами были женщины, с которыми он поступал нехорошо. Я не хочу вдаваться в детали, тем более, что толком их не знаю. Но для меня он был и остается одним из лучших комиков. Именно потому, что всегда очень открыто и очень искренне издевался над собой. А это самый изящный способ пошутить. А Саша Баррен Коэн, о нем что скажешь? Мне он очень нравится. Он отличный. Совершенно безумный и безумно интересный. Вот уж кто по-настоящему рискует. В нем есть подлинная свобода. И это образец подлинного правильного комика. Ты написал роман еще до наступления пандемии. И это был очень особенный год, который вообще перевернул многое. Твои взгляды за эти месяцы не поменялись? Есть ли что-то, с чем ты в своей книге уже не согласен? Да нет, ну на самом деле со страхом смерти я разбирался в предыдущем романе «Вечная жизнь». Там я как раз катаюсь по свету в поисках специалиста, который мог бы сделать меня бессмертным. Но на самом деле все началось с рассказа Чехова, «Человек в футляре». И там главный герой, учитель Беликов, пытается защититься от окружающего мира. Суть в том, что он всего боится болезней, микробов. А больше всего боится смерти. И в конце концов он падает с лестницы и умирает. А на похоронах все говорят, что Беликов должно быть счастлив, потому что нашел самое безопасное место, в гробу. Мне очень нравится эта чеховская вещь, потому что там показано, что если ты беспрерывно пытаешься уберечься от смерти, ты по сути не живешь. Вот этот год как раз и был такой нежизнью. Весь 2020 год был предсказан Чеховым. 120 лет назад. Смеяться и шутить по поводу того, что происходит вокруг, важно и нужно. Но на самом деле это вопрос принятия смерти. Почему мы все так боимся неизбежного? Это древнейший вопрос в литературе. Самое первое известное нам произведение Гильгамеш это история человека, который не хотел умирать. Так что в литературе этот вопрос стоял изначально. А в жизни нам пора уже признать, что мир полон опасностей, непредвиденных случайностей. можно попасть под автобус или оказаться жертвой теракта. Вдобавок нас повсюду окружают вирусы, микробы, и они никуда не денутся. После коронавируса будут другие, все новые и новые. Пора уже понять, что это не должно мешать нам жить, хотя жизнь действительно опасна и заканчивается смертью. Но принять это с юмором гораздо легче. Согласен. Тогда заключи с юмором перемирия, пожалуйста. Уговорила. Ну что ж, Фредерик, спасибо за этот замечательный разговор. Я очень рада была тебя видеть. Береги себя. И ты береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok